можно еще вопрос именно поэтому вот этот дом повторю шестьдесят девятого года вот все 12-этажки большая часть 45 корпус 2 все 12-этажки вокруг вот на этих этажах они все как вы знаете были внесены в программу ремонта фасадов он тоже вошел но потом почему-то его отстали понимаете ремонт фасада написано 2042 год если у шестьдесят девятого года если по фасаду может объяснить что произошло а вот строитель конструкции вот фон капитальный ремонт и им карты в руки что там произошло в этой квартире кроме они тоже ремонтироваться должна 2042 а у них постоянно идут практически семьдесят восьмая квартира вот просто не интересно смотрите если этот дом попал в косрочную программу если мы об этом говорим да кто разрабатывает техническое заключение на основании которого разрабатывать также это все согласовывается там жителями вида работ комиссионных дополнительные которые нужны следовательно при разработке псд уже учитывается то что вида работ которые в нормах в точнее конструкции дома которые в творительном состоянии они не включаются до конструкции дома которые вне удовлетворительных станет они включаются и это комиссионы проходит поэтому если на тот момент когда косрочный план уже псд было есть решение что фасад не требуется ремонт если он требуется в десятом году а кто это решает не вошел в начале он был в программе а потом его убрали из этой программы потому что жители и у них все которые по краям стоят вот эти двенадцати этажки они все обновленные фасады а это дом с этой глубине вокруг него и пятиэтаж если у него аварийный фасад у нас есть механизм включения в тракосрочный план аварийный фасад это проблемы никакой нет если это аварийный он включается вне плана из других городов соответствующих если у них панельные швы которые уже протекают как я выяснила в жилищнике не было сказано так что конкретно определенная квартира если у него есть проблемы с этими швами то они определенно делают только вот эту квартиру как доказать что вот эти швы они по всему фасаду я так понимаю что управа должна выйти с инициативы составить список аварийных фасад мы это запрашиваем по запросам они составляют этот список выходит туда и комиссиона и говорит нам не удовлетворительный станет согласовывает этот аварийный фасад или на ремонт отдельное включение какие виды работ предполагаются что входит в планете краткосрочный капитальный ремонт краткосрочный план это вот у нас есть региональная программа которая разбита четко по трехлетним периодам сейчас мы формируем вот как бы с вами получается что этот трехлетний период разбиваем по годам в соответствии делать будет у нас каждую дому разный комплекс естественно разные виды работ комплексный фонд подходит к этому и получается так что как я уже говорил по результатам проекта смертной документации которая потом согласовывается также вот эти вот виды жителями с префектуры там включать стиле дорого которые требуют ему которые нет они просто просила просто я у меня на приеме выложить из большого чековская 36 который вот здесь я как раз увидела и вот их интересует конкретно ремонт фасада и балкона то есть у них внутри ремонт был еще девяносто восьмом году и они очень довольны на самом деле замечательная квартира все хорошо внутри а вот фасады балкона вот хотелось бы конечно конечно да выходит проект вот вы говорите согласованы жителями макфейск 42 2 никто с ними не согласовывал при пришли когда вошли к ним на участок вот мы были да и поставили вот и поставили их перед фактом что будут делать то то и то и вот сейчас возникает с лифтом вот эта проблема с лифтом возникает там что если бы это было с жителями согласовано до того вопросов бы не возникло на тот момент тем более лифты не входили в программу поэтому этот вопрос не включался как разобраться именно на каждый дом по строительному каждому работе все таки скажите вы хотите сказать что все дома которые на сегодняшний день в соответствии с теми предложениями план специального ремонта которые мы сегодня обсуждаем и которые разбиты по годам 18-19-20 эти дома на сегодняшний день не определены что в них надо сделать хороший вопрос это будет как бы уточнено при поведении обследования дома уточнено значит уже есть работа который надо делать примерные работы мы направляли запроса в префектуру право о допуске недопуске и возможности ремонтировать также согласовано как бы жителями проводить встречи какие виды работы нужны и минутку подождите виды работы виды работают так ведь надо мне это не надо у вас есть нормативы работ системы а вот реально мы программе который был по москве которая была составлена долгосрочная там уже стояли и стоят виды работы стоят вы хотите сказать что эти виды еще будут уточняться конечно конечно они стоят эту программу а извините минутку дождите я понял как я знаю как формировался эта программа поэтому спрашивайте эти виды будут уточняться на предмет чего исключение или дополнение туда и включение исключение вы хотите сказать что дом остоявшись нормативную срок службы эксплуатации и эти работы исключат я могу сказать что некоторые работы сделали по моей улице и они будут исключены какие работы по моей улице сделали в нашем районе я просто не надо нам просто вы нам сказали здесь в отчарковом отверстия а вы сейчас придете в центральную область сделали фасады я хочу вас спросить если сегодня вы сегодня составит на поле декабрь 17 года когда вы планируете начать работы по капитальному ремонту домов указанных хотя бы 18 году почему для того чтобы начать вы должны знать ориентированную стоимость виды работы вы должны провести конкурс а если у вас сегодня нет еще даже понятия что вы должны делать чтобы начать работать нужно утвердить краткосрочный план который утверждается согласование решения советов поэтому мы не можем просчитать выкинуть на торги как бы вот эти дома без вашего решения без согласования в этом завязано на сроке и естественно это будет все делаться в кратчайшие сроки как только формируется план он утверждается будут конкурсы на псд именно по этим домам даже возможно без видов работ как она будет потому что просто поезда и по результатам псд мы узнаем какие виды работ требуется и будет корректировка краткосрочного плана и будет по остальные виды работ которые требуются по результатам обследования и тогда я просто хочу чтобы вы понимали что мы уже один раз 9 10 8 9 год мы накололись на выборочный капитальный ремонт и что-то кто-то сделал проектную документацию не выходя на объект мы накололись сейчас когда кто-то делает проектную документацию выходя не выходя на объект и пишут что в доме надо сделать 10 этажей а там всего 8 или наоборот да я просто хочу сказать что вот то что вы о чем рассказали весь процесс займет у вас полгода затем вы вы департамент капремонта вы разыграете конкурс на выполнение работ капремонта и войдете в капремонт как раз подзиму вот вы можете перестроить свою работу так чтобы начинать капитальный ремонт в начале года или с весны и заканчивать декабрю а не так как вы сегодня гоните всех вперед на мины вот это сейчас происходит потому чтобы 18 год зайти с домами именно которые обеспечили допуск стопроцентно подождите я вас не правильно спрашивают вы зайдете в эти дома мы согласуем вам этот список но вы зайдете в ноябре следующего года и опять вы на эти виллы наступите как вы не можете понять почему вы не можете согласовать эту программу в августе этого года мы проводили собрание собрание по допуску поэтому да какое-то время уйдет это верно я могу сказать такое конечно же за пять минут не будет не вопрос лично вас они поэтому мы имеем право обратиться письмо но это уже на департамент ремонта с просьбой учитывать такие вещи правильно что это все понятно но так система наша к сожалению мы это все знаем прекрасно самая проблема провести торговой процедур а давайте еще согласуем защиту могу сказать по поводу домов или на поле свои пять и самая сенчаковский сель а чуть-чуть часть нету другого не значит они из реновации ведь вышли получилось так что их надо или значит переселять и не надо ремонтировать поэтому сейчас эти там дома и вот краткосрок и выводить к после голосования я вот конкретно вот по этим адресам что произошло если просто были другие адреса конкретно эти адреса кольцовый 5 они были из реновации нужно сделать ремонт большая и чаковская 36 они тоже не в реновации да 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 и большая чаковская 22 ну это если меня выбор шутили так вот и произошла вот такая мешанина с реновацией перемешку так все понятно а вот направление средствами иронии управы это ужасно это если вопрос не атакует а вот я не считаю данного ремонта мы как мы это разводим по поводу согласовывать ну право должны раздражать в чем мы право право согласовываем голосуем за даже большая чаковская 33 я была на встрече хотя они не в восемнадцатом году в девятнадцатом году стояли и то жители уже ждут они теперь все уже не ждут на правительство чему я на него право если вы если вы сделаете всю документацию на девятнадцатый год на двадцатый то есть как постепенно это же как в какой-то степени ну хотя бы будет ну правильно и корректно и влечит вам работу ну вот все понятно деньги деньги стимулировать труды по себе у стимулирования у стимулирования хороший план значит давайте так поступим таким же образом вот мы мы сколько раз уже говорили Екатерина Александровна по поводу каких домов Матвеевская 42 корпус 2 и нет 42-2 это капремонт нет я имею в виду по дворовой территории а по дворовой территории да сразу Матвеевская 42 корпус 4 4 4 4 да сейчас из площадки сделали вы бы видели что мы были две или три недели назад с руководителем жилищника который обещал мне поставить ограждение было такое да было было а вот и ныне там великие трубы которые сутки не простояло это там уже машины на площадку вы снесли забор который относился к детской площадке которая между магазином и детской площадкой это забор к детской площадке а вы его не моргнув глазом снесли и сейчас нам укатали эту детскую уже заезжают практически на детскую площадку машины вы же знаете там магазин там Сбербанк там и так отобрали уже территорию под машины места между магазином и Сбербанком там там разгружаются машины там люди уже плачут плачут прошу восстановить забор который будет ограждать детскую площадку от магазина а вот спросите у жилищника зачем для чего ты же это сделал потому что его по распоряжению сверху финансирование на эксплуатацию как бы сняли полностью от жилищника оставили только финансирование на детских площадках и в местах возможного заезда автотранспорта а это и есть детская площадка мы сколько добивались этого забора который ограждал детскую площадку простите от проезжей части которую сделали в аварийном и ветхом состоянии хорошо согласна вы сняли вы сняли много хорошего мы сделаем забор вокруг детской площадки не вокруг детской площадки а вдоль вот этого вдоль проезжей части получается где подъезжает к магазину машины ежечасно мы сейчас идем с данным магазином такое не то что как бы они очень много поломали заборы вы видели вдоль детских садов поломали очень много бордюрного камня они на такую беседу не идут мы силовым методом методом отключения электричества вынуждены данный магазин вести на переговоры я думаю в ближайшее время за счет данного магазина мы восстановим сносил забор не магазин простите мы постараемся сделать так вот я хочу услышать когда будет сделан забор четко и ясно потому что вы мне пообещали с ограждением детской площади да мало того что магазинные эти приезжают сбербанк машины все я говорю паркуются лицом если я скажу весна 18 года это строит нет зима 18 года да декабрь 18 года почему 18 18 декабрь 17 года зима 18 тоже в этой борьбе участвует значит и сейчас на инспектора АТИ который выписал им штраф магнит подал в суд это по поводу тех же действий если я правильно сказал что право вместе с депутатами может сделать с теми кто пьет воск в неустановленное время и продает так же и здесь магнит серьезная организация это не магнит и тумстан марат я же сейчас не пытаюсь я говорю о той работе которую проводят пусть она будет немогна значит следующий сетевый магазин ведут себя с автором тему но она сейчас с программой стимулирования отношения не имеет значит в этом перечне значит конкретно сорок два четыре как мы переговорили с значит нету но так как эти адреса еще будут выставлены несколько адресов на голосование значит в голосовании сорок два четыре как альтернативные есть а у меня вопрос а почему их нету в перечне потому что они будут сделаны в этом году подожди а потому что в этом году конечно аааа сделают в этом году могут разговаривать значит сделают потому что мы даем заявки я тогда поражаюсь для чего мы депутаты нужны естественно я хотел бы уточнить к нам приходят жители мы включаем еще к жителям вот мы провели по всем этим площадкам встречи с жителями значит в дополнение к тому что мы предложили вот я Николаевич был и Сергей тоже ну там много людей и жилищника и из управы значит дополнительные мероприятия которые люди попросили по поводу то есть его там дороже дополнение каких-то мартов тренажеров значит вне зависимости потребуется дополнительное финансирование но это как бы часть встречи с жителями вторая часть что есть наверное такая позиция активный гражданин где выносится на голосование жители уже не обязательно те которые приходят на такие собрания как и по пруду да извините значит ездит 42-4 значит при все вот напористости даже вот ваши значит не проголосует и проголосует значит меньше но это голосование людей значит ну соответственно у вас есть список уже жителей смотри вы слышите мы снова обращаемся то значит давайте послушаем жителей то они проголосуют значит или давайте то что мы сказали что не все площадки они выставляются на кем не все Я веду этот забор, который ограждает площадку. Я вот начал про стимулирование. Давайте мы все-таки его со стимулированием закончим. И я готов, как и раньше, отдельно говорить о этой проблеме. Давайте, если портить, здесь проблема. Просто проблема корректинации действий. По остаточному принципу эта площадка, она уже который год у нас вылетает из этих планов. Потому что жилищные, строители, инспекция, артефектура, все свои предложения дали и учли, а проектизали. Это просто показывает отношения. Наши, да? В том числе, странные заборы. Я не могу заплатить. Я не могу заплатить. Я не могу заплатить. Сейчас, можно выгодно, прошу прощения. Просто надо выключить этот татус. Ну, сколько мы можем кормить уже, пересветить уже людей, и все. Третьи годы же кормят. Что будет там ремонт сделать. До сих пор я делаю. Что сегодня решает? Ну, что мы делаем за рамки трещин. Олег Владимирович, я хотел бы ответить, можно я это скажу? Если нужно в строке включить этот адрес, давайте мы его включим. Олег Владимирович, но вы меня, может, не дослушали. Мы еще раз говорим, что какая-либо часть адресов, я сейчас сходу не скажу. Включено активный гражданин, где будет голосование. И если конкретно по 4024 не будет активности в этом голосовании, а в этом голосовании будет больше у соседнего дома, извините, Олег Владимирович. Но остаточный принцип... Активный гражданин – это голосование людей. Активный гражданин Гражданин, сделаем площадку везде. Рустам Маратович, еще второй адрес. Матвеевская 32, корпус 2. Между 36-м и 32-м. Проблема там, там небольшая проблема. Там надо увеличить площадку. Почему я ее прошу включить в план? Потому что мне жилищник два года. Вот, мне на камеру сказано. Вешать запшу на уши. Они не могут сделать вот этот разворот, потому что площадка не включена в план, в перечень года. А там надо раздвинуть, убрать часть забора и увеличить площадку, вынести туда качели и песочницу. Но неужели тяжело включить эту площадку в реконструкцию без больших заправ? Да. Елена Александровна, на 10-х домах мы встречались с людьми, и они говорили, нам не нужна эта площадка ваша вообще. Хотя в паспорте, значит, дворово-телево-телево-телево-телево-телево-телево-телево. Там большая сумма на реконструкцию этой площадки. Они говорят, сделайте лучше тогда асфальт. Но это вышли какая-то часть жителей без детей. Я к чему все это говорю? Но если мы сделаем эту часть по асфальту, как вот уважаемые пожилые люди предложили, то реконструкция маков и детских площадок в течение 7 лет будет невозможна. Поэтому я к чему говорю? 32 и 36. Значит, там есть вопрос о том, что если мы сделаем часть этой площадки с увеличением, значит, через программы, а не в счет текущего ремонта Евгения Николаевича и задержания. Значит, здесь вот снова-таки Алик Владимирович Павлович сказал, вопрос координации. Действительно, значит, жилищник, может быть, долго отодвигал на это. Но сделать там полноценную площадку через программу, я вам сказал, к чему придется. Что на этот адрес финансирование в течение 7 лет не дадут. Ну и, извините, никакими решениями мы это не сдвинем. Оно будет просто, извините, не принято к исполнению. Подождите, когда я после раз жилищика выходила, они сказали, что в 2017 не можем включить... Я постарался объяснить, что если мы включим расширение площадки, 7 лет на этой площадке ничего другого или вообще ничего нет. А я вам договариваю, что он жилищник сказал, что в 2013 году, в последний раз там был выход, в 2018 точно включат. Вот это были вам слова жилищника. Сказал о том, что, ну, есть не суразы, что мне сделать? Ой, послушайте, давайте вот так мы собрали, собрали, собирали. Нет, давайте не будем скандалить. Сейчас речь идет о Матвейском 32, правильно? Да. Корпус 2. Значит, вносим протокольное решение, да? Мы уже его вносили. Вот еще раз вносим. Нам Маратович все сказал. Все мы сказали, все услышали эту ситуацию. Нам что обещано в этом году, в 2018 году, мы сделаем? В объеме текущего ремонта, но не по программе стимулирования. Да нам не важно, в каком году сделаем. Все правильно. Не готов сейчас, когда не был на этой площадке. Значит, да и все самое. Вот. Мы встречаемся с вами на этой площадке. Пожалуйста. Евгений Николаевич и Михаил Кириллович его будет. И мы там посмотрим, что сделать. Но, честно говоря, я бы не хотел ограничивать возможности более конструкции этой площадки в течение последующих семи лет той работы, которую мы сейчас проведем через такой тип. А зачем ее было сразу уменьшать и ставить там забор, простите? Она была в два раза больше. Мне тяжело будет говорить, если я там не был. Конечно. Ну, давайте мы там встретимся. Да, встретитесь, договоритесь, все. 40-24. 40-24. Да, отключим. Почти 60 минут и все жители. Да. Если там жилищник... Кирилл, не можно обижать, тогда совещание на работе. Да. Руководитель жилищника поставил задачу. Почему? Мы не подбежали. Никогда не казались. Спросили, где... А ведь я сказал, что не надо делать. Вот это вот. Вот это вот. 60-25. А он, по-другому, что не спалил. Мы не решили сейчас. Мы решили сейчас. Мы решили сейчас, что не отправили. Мэра отправили. Мэра отправили. Для примера. Вот в леске здесь отказываются от большой площадки, сделать это вот. Но вышли, уважаемые бабушки. Потому что у них внуки с машинами. И маленькая... Я говорю о том, что эти матрицы в лесу еще не выдержат. И, значит, у вашей мамочки вечером... Абсолютно та же самая ситуация. Примеры бывают разные. Здесь по этому матрицу все понятно. Конечно. И об этом, да. У меня вопрос. Я правильно понимаю. Условно говоря. Вот. Вы даете план стимулирования и перечень площадок, которые вы предлагаете. А? Вы их еще будете выставлять на акцию гражданина? Не, 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 не. Нет. Нет. Потому что здесь указано на Чаковское шоссе. Я это принимаю. Потому что мы когда-либо встречались с народом, на Чаковском шоссе вообще аховая ситуация вообще с детскими площадками. Абсолютно. Они в таком безобразном состоянии, поэтому мы не просили. И в стимулировании, посмотрите. Мы, значит, смогли поменять титула. Значит, были другие обещания по финансированию. Потом они поменяли, значит, свое мнение. И сейчас за счет текущего ремонта содержания на Чаковском шоссе дальней, значит, дорога вдоль забора будет сделана, извините, даже не по стимулированию, а за счет денег жилищника. За счет госзадания. За счет госзадания. То, что там дорога плохая, но извините, мы сейчас даже не спрашивая, мы знаем о том, что там действительно все плохо. И детские площадки 13-й Петербург. Да, на 13-й Петербург. Я хочу просто добавить, что в этой программе, вот Варвар Максим правил, Нахмейтов, включено много, во всяком случае, по второму избирательному, много тех пожеланий жителей, которые мы слышали на конди-бирательной компании. Зато я не вижу ни одного пожелания нашего. За следующим годом. А, на следующим годом. А, на следующим годом. Да, нет, просто еще есть вот Ощаковская 21-2. А здесь только замена бордюновым камнем. А там, кому... Нет, просто этот адрес мы тоже писали уже, я не знаю, на протяжении трех лет. Вот именно по этому адресу. Там просто яма, там нет земли. Там кровь и деревьев. Просто... Про площадку и про свадьбу. Нет, нет, не про свадьбу. А кругу. А кругу. Это дорога и телевизор. Это дорога и телевизор. 21-2. Буквально месяц назад попал майк и заделали здоровье. 21-2. Он тоже не смотрит. Можно так же опортировать? Можно так же опортировать? Это дорога, которая получается? Отночерезно идет в Ощаковской 6-7. С другой стороны. Так. Здесь вопрос стоит проще. Там просто два входа в дом. То финансирование, которое у нас есть, в полном объеме сделать асфальт. Конечно. Я знаю, плохой асфальт из десятых домов. Хоть они и ЖСК, но это жители. Но в полном объеме. Так вот люди встретят уже второй год. И вы тоже на этом будете настаивать. Сделать полностью весь дом, не ущемив всех остальных, просто невозможно. Уважаемые бабушки говорят, ну и что? Это же дешево асфальт положить? Ну, я не могу им сказать, что это дешево. Они считают, что это дешево. Это же всего лишь катком проедут и все, не уйдут. А мафы там, что-то они там колотят, бьют, бегают. Это дорого. Да, это дорого. Я с вами полностью знаю, сколько жителей, столько и мнений. Так же, как отчетовский пункт. Кто-то хочет, чтобы там жарились штуки, те, кто живут на первом этаже, категорически против. Потому что несет их. Хотят плавать, чтобы было, простите меня, там лодочная станция и так далее. И люди хотят тоже зону для оплавления. Но это влечет за собой другие последствия, понимаете? Естественно. Понимаете? Я еще раз говорю, сколько жителей, столько и мнений и пожеланий. Все выполнить невозможно. Но я говорю о чем, что на протяжении нескольких лет многие главы управ и экзамен просят у нас запрос. Дайте свои предложения по желанию жителей включить в план тот или другой данные адреса. И мы просто каждый раз сталкиваемся с тем, что попадают адреса не те, которые ему бросят. Я понимаю, что есть активный гражданин. Тоже, поверьте, палка о двух концах. Есть жители, которые умеют сегодня пользоваться активным гражданином и делают это активно. А есть жители в этом списке 60 человек, которые в силу не знаний и не умений, они могут только здесь подписаться. Но это же тоже позиция жителей. Вот о чем идет речь. Понимаете? Понимаете. Но постараюсь эту программу все-таки сбалансировать. И даже за счет текущего ремонта и задержания сделать большой объем асфальта. Вычеркнув эти адреса из программы стимулирования. То есть практически жилищник за счет ремонта, честно скажу, делает большие карты на домах, которые есть. Здесь большие карты есть? Восемь адресов. Да. Просто мы столкнулись с той проблемой, что когда мы на встрече с жителями, они приходят и трясут нас за грудки и говорят, вот этот адрес, вот этот камень, вот эта площадка. Понимаете? А эти свое, но эти с нами не видели. А мы смотрели в глаза тем, которые пришли. Мы просто сейчас говорим еще раз о том, что было обещано нам постоянно. Я думаю, что наши просьбы о включении соединенных адресов, сформированные на основании желания наших жителей, ну и жители района все, уж тебе так говорили-то, они на этом основании первую очередь учитывают при формировании плана. Мы все услышали, да, что в этом, в следующем году нам обещано сделать 42.4, 32.3, ну и что? 32.2. 32.2, извиняюсь. 32.2 мы будем рассматривать отдельно, не в этой программе. Это другой вопрос. Поэтому, наша задача проконтролировать, и если что, у нас есть возможности. Есть возможности. Да, конечно. Все. Давайте, принимаем. А вот это, что за два адреса? О, это по социально-экономическому развитию. По СЭР. Значит, это отдельное финансирование, значит, у нас тут включено и, значит, материальная помощь малоимущим, подарки, и вот эти два адреса, касающиеся благоустройства. А можно по этому вопросу? Да. Вот раньше, вот в социально-экономическом развитии обходил ремонт квартир ветеранов или ремонт квартир? Есть. Здесь по нуля. Они будут входить по 38-му ВП по-другому. Мы по другой программе, это учтено. Мы их действительно смотрели для того, чтобы не делать вкусные благоустройства, чтобы не отделять, значит, для помощи малоимущим, значит, и в подарках. Это перенесено в другую программу. Но учтено. Но учтено. Конечно. Спасибо. Спасибо большое. Да. Спасибо. Ну, все. И осталось два вопроса, опять, по схему размещения созаторговых объектов. Слушайте. У меня вызывают аллергии в эти киоски в своих печати. Они их туда-сюда видят, включают, поискучают. Нет такого вопроса. Может, что там... Как нет? Есть. 14-20. Да. Изучение. И вот, есть перечень. Да. Это не исключение. Нет. Просто, чтобы мы понимали этот вопрос. Не исключение. Это вопрос. Не исключение, а наоборот. Можно я повесить? Это нам департамент, соответственно, СМИ, департамент СМИ направляет в уведомительном порядке схемы, как они привели эти схему в соответствии с теми решениями, которые принимались Советом депутатов, ну, то есть согласовывались и не согласовывались те или иные адреса. Да, просто сейчас как выглядит вся схема. Это не сейчас ничего нового. Это когда мы понимали раньше решение. А сейчас они просто эту схему упорядочили и внесли в эту схему те изменения, которые... Вот они наши. По августе СМИ. То есть они просто информируют нас. Да, это просто информируют характер и с установлением так и прописано. Так. Вы разрешите вернуться к одному вопросу на полсекунды. Вот вы мне дали задание доработать план для особого мероприятия. Да. Пока были другие вопросы. Ему раззвонили в библиотеку 218 и она сказала, что существует договор о совместной деятельности между библиотекой и КС-планетой. И на этом основании они пользуются помещениями для проведения своих мероприятий. Поэтому мне тут непонятно, что мне дорабатывать. Вы ответили на поставленный вопрос. Просто ко мне библиотека? Нет. Они сказали, что между вами и ими подписаны договоры. Нет, у нас есть договор о сотрудничестве. Но еще раз вам говорю, ко мне библиотека нет. Мы-то этого не знаем. Нам дали информацию. Все-все. А это уже... Борис Бавловна, уже разберись, пожалуйста. Все, им не жить, понятно. Кто тебя ожидает, не спросит. Так, так. Внимание. Мы очень долго заседаем по закону. Значит, в итоге. Да, у нас поступило обращение в адрес...